здравствуйте меня зовут Петренко Анатолий Владимирович давайте продолжим наш интернет проект изучаем ПК контроллер продолжим знакомство с OVEN logic для программируемых реле OVEN и давайте продолжим знакомство с функциями зайдем в вид панель библиотек здесь выберем функцию дешифратор зажимаем левую кнопку мыши переносим в поле для написания программы и отпускаем левую кнопку мыши пока библиотеку компонентов закроем зажимаем левую кнопку мыши дешифратор и перемещаем в поле для написания программы туда где нам будет более удобно его наблюдать давайте возьмем выходной блок перемены нажимаем кнопку создать блок выходной перемены перемещаем курсор в поле для написания программы и щелчком левой кнопкой мыши вставляем. Давайте возьмем блок constant. Нажимаем левую кнопку мыши на кнопку создать блок constant. Перемещаем курсор в поле для написания программы и щелчком левой кнопкой мыши вставляем. Давайте зайдем в вид. Откроем панель свойств. Щелкнем левой кнопкой мыши по выходному блоку переменной. Тип переменной сделаем целочисленная переменная. Имя перемены, предположим, английская буква B. Нажимаем левую кнопку мыши на блок констант. И здесь предположим, значение у нас будет 5. Теперь, вот у нас 5 не получилось, потому что здесь в блоке констант я не выбрал тип. Выбираем тип целочисленный блок констант. И значение 5. Давайте произведем соединение. Наводим курсор на блок констант. На соединительную линию у нас появляется красненький квадратик. Зажимаем левую кнопку мыши и введем. Соединяем. Также соединяем выход нашего дешифратора с выходным блоком переменной. Давайте пробуем запустить симуляцию. Нажимаем кнопку симулятор. Переводим в режим пуск и пока ничего не наблюдаем. Повторим нажатием на кнопку режим симулятора. Выходим из режима симулятора. Давайте возьмем преобразователь в булевское значение и сделаем небольшую хитрость. Нажимаем здесь левую кнопку мыши. Перемещаем курсор в поле для написания программы. И швачком левой кнопкой мыши вставляем преобразователь в булевский тип. Производим следующее соединение. Давайте запустим режим симулятора. Запускаем режим симулятора. Нажимаем пуск и здесь мы наблюдаем значение. Вот здесь мы ввели на входе дешифратора значение 5. Записали в блок констант. На выходе дешифратора мы получили значение 32. Откуда мы взяли значение 32? Давайте откроем таблицу. Вот у нас регистр состоящий из 8 бит с 0 по 7. И мы записали здесь у нас 5 бит 5 бит у нас имея значение в десятичном формате исчисления 32. Вот в таблице смотрим. 5 бит 2 в пятой степени 32. Давайте выйдем из режима симулятора и предположим напишем здесь щелкаем левую кнопку мыши по блоку констант и в свойствах редактируем предположим здесь у нас значение 7. Запускаем режим симулятор. Запускаем режим симулятора переводим симулятор в пуск. По какой-то причине цифровые значения не отобразились. Давайте выйдем из режима симулятора повторим нажатием кнопки режим симулятора и запустим. Еще раз нажмем кнопку режим симулятора пуск И вот видим, у нас здесь значение 128. Таблицы смотрим. 7 бит, 2 в 7 степени, на выходе 128. Выходим из режима симулятора. Также можем здесь ввести, допустим, 3. Запускаем режим симулятора. Переводим его в пуск. Перезапускаем симулятор. Переводим его в пуск. И смотрим. 3. Это у нас будет 2 в третьей степени, 3 бит, равно 8. Вот у нас на выходе дешифратора значение 8. Вот, пожалуй, на этом наше небольшое видео о дешифраторе завершим. Спасибо. 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 Спасибо.